Добрый вечер! Сегодня понедельник, как всегда в эфире телеканала «Семей» программа «Диалог». Прошел, наверное, самый главный праздник всех времен и народов, не побоюсь этого слова, День Победы. Буквально вчера отмечали очередную годовщину этого знаменательного для всего мира события, но так как о нем не сказать нельзя, программа выходит в понедельник, праздник был в воскресенье, поэтому сегодня мы будем говорить об этом. И сегодня у нас в гостях заведующая отделом боевой и трудовой славы областного историко-кровеческого музея города Семей Жанна Игликова и Наталья Владимировна Яковлева, архивист Центра документации и новейшей истории. Почему именно эти люди, наверное, не надо говорить, потому что это те люди, которые непосредственно занимаются историей, артефактами, документами и сохранностью той памяти, которая передается и в некоторых странах уже начинает забываться, на мой взгляд. Добрый вечер! Здравствуйте! Добрый вечер! Ну, с прошедшим праздником! Спасибо! Я думаю, это тот праздник, с которым стоит поздравлять. Давайте несколько слов вообще о той работе, которая проводится в ваших учреждениях. Вот по поводу сохранения памяти, сохранения истории, какая исследовательская может быть работа вот сейчас, на данный момент? Жанна, с вас начнем или Наталья Яковлевна? Ну, хорошо, давайте. Наталья Яковлевна. Я архивистом работаю именно непосредственно с личными фондами. То есть я комплектую архив документами личных фондов. И документы периода Великой Отечественной войны, эта работа постоянно актуальная, она проводится у нас планомерно. Но с каждым годом, конечно, все труднее и труднее комплектовать архив такими документами, потому что свидетели, очевидцы, участники уходят из жизни. Документы теряются, к сожалению, жители, граждане не сохраняют или при переездах теряются. Кто-то не хочет с ними расставаться. Но мы стараемся как можем, конечно. Можно вопрос? А вот какую часть фонда архива составляют документы именно по войне? Ну, конечно, если брать в масштабах всего нашего архива, конечно, эта часть небольшая. Но по исторической ценности, вот на данный момент сейчас у нас из 65 личных фондов, 18 человек из них участвовали, документы 18 участников войны. К тому же есть две большие коллекции. 30-й гвардейской, 8-й ямпульской дивизии. Они тоже представлены в музее боевой страны. Да, и участников, различных участников Великой Отечественной войны. Ну, конечно, если в масштабах, может быть, архива это немного, но как значимость и как ценность, это, конечно, просто бесценные документы. А в чем заключается Ваша работа, вот как архивиста? Что Вы делаете? Я контактирую с людьми, то есть я нахожу, большую работу приходится, вот коллега меня поддержит проводить с людьми, за каждый документ, можно сказать, мы бьемся, потому что очень трудно. А как Вы узнаете, что этот документ есть вообще у людей? Ну, всякое. Сарафанное радио помогает, и помогает, да, краеведы очень хорошо нам помогают, с ними хорошо работаем. Шестой школой. Дети, кстати, вот мы с ними выпустили, я сразу скажу, вот такую брошюру, завтра возвращаясь на фронт, это об истории наших госпиталей, которые у нас здесь располагались. Тогда большую часть материалов, документов нашли учащиеся шестой школы. Это вот Рамзя Галеопарна, нынешний директор музея. Да, тогда Любовь Борисовна Кравченко, огромное ей спасибо, она очень хорошо помогала нам с этим документом. Я комплектую, мы не только собираем, мы, конечно, сохраняем, и мы используем эти документы. То есть мы вот выпускаем тематические брошюры. Всегда в строю эта брошюра посвящена Герою Советского Союза Силину Николаю Николаевичу. На землях. Да, его дочь больше 40 лет проработала у нас в архиве, она передала весь личный фонд. Это, конечно, тоже очень уникальные документы. Это посерьезнее издание у нас в руках. Вот это вот Симпалатинские дивизии. Многие мы знаем, что у нас сформировали здесь 8-я Ямпольская, 30-я Квартийская дивизия. То есть вот эта брошюра полностью посвящена... Это уже книга даже целая. Да, и вот такую книгу сразу покажу. Мы выпустили «К 70-летию Победы». Здесь 12 разделов. Каждый раздел определенную тематику освещает. То есть экономика области в период Великой Отечественной, культура, сельское хозяйство, помощь. Есть про что рассказать. Да, помощь тыла. То есть не только на фронта посылали помощь, а освобожденная к первому территории. То есть здесь это вообще бесценно. Здесь воспоминания ветеранов. Вошли очень много воспоминаний, очень много фотографий. Вот так мы еще используем. Мы не просто их в хранилище храним, эти документы, мы их еще используем. Но эти книги, они все в открытом доступе? То есть их можно ли приобрести? Можно ли... Нет, приобрести, к сожалению, их нельзя. Но в библиотеках городских есть наши книги. В Жасулан вот мы передали, потому что очень просили тоже для использования. Патриотическое воспитание. Да, у нас можно ознакомиться с этими книгами. Пожалуйста, любой человек, ну, конечно, сейчас, когда уже закончится пандемия, любой человек может прийти и работать. Не просто с этой книгой, а даже с этими документами. Вы оптимист. Сейчас закончится. Да. Это вы оптимистичны. Жанна, как обстоят дела в отделе областного управления? Наша основная работа, это, во-первых, экскурсионная работа, которая в связи с пандемией немножко уменьшилась. Но что-то в интернете вы активно очень представлены. Но все равно еще у нас, несмотря на это, нет, нет, идут экскурсии. Преподаватели НВП, вот, колледжи, они приводят к нам своих учащихся. Плюс еще сейчас к 9 мая многие школьники пишут проекты и обращаются к нам в помощь с материалом, а также проводят съемки в нашем музее. Ну, классные часы были, да? Да, уроки мужества мы сейчас проводили, вот, к примеру 9 мая. Плюс еще большая научно-исследовательская работа, да. Мы готовим проект «Фронтовые письма зеркала души». Фонд нашего музея содержит более 100 писем с фронта. Эти письма на русском, на казахском, на татарском языке, написанные кириллицей, латиницей, арабской вязью. Вот мы с ними работаем, мы их оцифровываем, отсканировали. Плюс еще на компьютер текст перевели. Ну, это тоже есть сложность. У кого-то красивый каллиграфический почерк, есть письма, которые написаны... По большей части, да, они на ходу, на коленке, или в госпитале. И бывает, что уже некоторые слова там полустерты, вот. И плюс еще ищем их фотографии, биографии, их боевой путь. Потому что, если это письма приняты именно в фонд, когда мы стали отделом Гравлического музея, мы, принимая экспонаты, мы обычно просим и фотографию того человека, чьи экспонаты мы принимаем, плюс еще краткую биографию, плюс боевой путь. Да, да, да. Да, да. И его инициалы, например, да. А кто это, где он родился. Вот этой поисковой работой мы сейчас занимаемся, этой научно-исследовательской работой. И все эти письма публикуются на нашей страничке Facebook. Именно вот 9 мая публиковались письма с фотографиями, биографиями, содержанием письма. И плюс еще по итогу мы будем делать брошюру о фронтовых письмах. Вот мы совместно с Натальей Владимировной, наверное, года 3 или 4, даже, наверное, больше делали ряд видеосюжетов. Да, да. 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 Они, конечно, это восьмом трогать длинные нежные. Ну, просто я вот вспоминаю письмо, когда пишет парень, там, 18-летний, что, мам, извини за почерк, просто пальцы сейчас подживут, и я пойду опять бить немца, да, допустим. Ну, то есть не было вот этой, что, а что мне за это будет, как вот сейчас, да, у некоторых. Там, например, есть ли письма родителям, то это в основном они спрашивали, как вы. Как кот, я даже до такого там был, хоть до этого. Да, перечень всех родных, чтобы не забыть, не обидеть кого-то, прям досконально бывает там. Если у вас дрова на зиму. Да, 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 да. Их до сих пор существует, и ведь там тоже шикарные экспонаты есть, которые, ну, по идее, должны как-то быть переданы в более крупный музей. Так ли это или нет? Мешают ли вашей работе вот такие музеи? Или наоборот, как-то вы с ними скооперируетесь и что-то создаете новое, как-то выставками, может быть, обмениваетесь, делитесь? Или, допустим, если там редкий экспонат появляется, который требует особого подхода для сохранения, для там чего-то, не будет ли нарушением, там, закона, может быть, какого-нибудь архивного или музейного, чтобы передать его в ведение государственного учреждения? Нет, деятельность общественных музеев в тех же школах, она курируется нашим краеведческим музеем. Ведь эти общественные музеи, особенно по войне, они создавали самими ветеранами. Например, в шестой школе музей был посвящен 8-й Ямпольской дивизии, которую вот курировал Силин Николай Николаевич. Затем в четвертой школе был музей, посвященный 238-й гвардейской дивизии, которая впоследствии стала 30-й гвардейской дивизией. В 28-й школе Сафарбакова, Жоголя Насыровна, она организовывала музей, посвященный защитникам Ленинграда. И также был общественный музей, музей боевой славы, который впоследствии стал демокровическим музеем. То есть, по сути, ваш музей тоже вырос из мини-музея, который... Да, мы тоже выросли из общественного музея, да. И деятельность этих музеев, она нами курируется, так что... То есть, нет такого, надо поглотить и все под единым шанраком собрать и выложить. Потому что в этих же уголках, которые находятся в школах, проводятся те же самые уроки мужества для школьников. Причем с самого детства. Да, они нужны. Ну, мне вот повезло, да, я вот учился в шестой, как раз заканчивал, и я с этим музеем знаком, с каналем, потому что мы много времени проводили. И, кстати, вот фонд Николая Николаевича Силина, который у нас есть, он еще у нас там есть ответвление описи музея. То есть, когда уже шестая школа, помещение у них не смогло вместить столько документов, и причем там не нужно, там, ну, допустим, двух писем хватит, да, или там фотографий каких-то, они же были переданы нам. Да, потому что уже столько было, не могли, просто школа не могла предоставить такое помещение. Это всегда маленькая так вот, с одной стороны, гордость вызывает, а с другой стороны, как-то на вечное хранение. Ну, вечно мы же не говорим, мы говорим, государственное хранение. Поэтому я когда говорю человеку, говорю, вы, передайте, вы только можете видеть эти документы. Ну, надо делиться хорошим, надо памятью, надо такими документами делиться. Ведь не только вы сможете их видеть. Тем более сейчас в век интернета. А вот, кстати, говоря про интернет, извините, может быть, перебью, просто программа-то продолжается, уже к концу, наверное, подходит время сейчас, ну, практически, да, у нас полпрограммы уже прошло. Как себя чувствует архив, как себя чувствует музей вот в современный век, в век интернета, в век социальных сетей, мешает ли это или, наоборот, помогает? Ну, и как вот работа на карантине? Прошел год, больше года уже с тех пор, как были закрыты двери для посещения. Где-то они приоткрывались, где-то опять закрывались. Но ситуация нестабильная, понятно, что люди, как бы, ну, при таком настроении не всегда есть желание сходить в музей, да. Почему-то возникает желание сбегать в кафе, да, или там в ресторан, или в развлекательный центр, в музее почему-то нет желания сходить, у многих. Но, тем не менее, работа-то продолжалась, и в течение года мы прекрасно видели, наблюдали в соцсетях вашу работу. Как себя чувствуют такие, вроде бы, монументальные, да, такие тяжеловесные, может быть, где-то трудные на подъем в плане современной хайти-технологии учреждения в современном мире, как раз-таки мире интернета, мире социальных сетей? Ну, неплохо. Мы, кстати, в прошлом году, мы работали на Домуссе. Моя была задача в 9 мая также, да, сейчас у нас есть аккаунт в Инстаграме, есть у нас сайт. Моя задача была, вот, небольшую, допустим, небольшую автобиографию, фотографию участника войны. То есть, я думаю, я взяла, ну, сейчас как, на флеш-карту, взяла всю информацию, переводчику отправляла эту информацию, она потом уже отправляла нашему специалисту по, как у нас говорят, технологиям, да, IT. Он уже выставлял вот во все эти соцсети. То есть, у нас работа, и даже потом уже руководство сказала, хватит. Уже очень много, ну, надо давать другую работу. Сайт не резиновый, хватит. И, кстати, люди, мы выставляем, вот, если пополняется документами, у какого-то человека, не обязательно участника Великой Отечественной войны, я обязательно даю небольшую информацию. На наш сайт у меня там есть раздел «Работа с личными фондами». Кстати, очень многие читают, потому что у нас, смотрю я за посещаемостью, и даже пишут, вот, спасибо, что я вот знал вот этого дедушку, он когда-то был моим соседом, участник войны. Да, посещаемость сайта хорошая, то есть, люди читают. Как музеи? У нас тоже, когда началась пандемия, мы перешли на онлайн-работу. У нас есть две странички, одна страница музея, одна в Инстаграме и одна в Фейсбуке. На Фейсбуке у нас 9 тысяч подписчиков, и я считаю, что интернет, он дает много возможностей. Во-первых, мы туда статьи, видеоролики, видеорекции. Вы, кстати, неплохие ролики сами снимаете. Да, мы сами снимаем. Очень много просмотров, и плюс еще отзывов, не только, то есть, видите, работу нашего музея видят не только наши горожане, но и жители стран ближнего зарубежья, к нам отлики приходят из России. Скажем, ностальгирующие иммигранты. Да, именно иммигранты, которые, жители нашего города, которые уехали по тем нескольким, да, из нашего города. Иммигрировали в Германии, потом как, галко, что я уехал, ой, попивая кофе и куря сигару. Плюс еще вот мы же снимали эти видеоролики, и когда, и в прошлом году, и в этом году, мы эти ролики пересылали завучим школам, именно по вставленной работе, которые проводили онлайн-уроки именно с учащимися, показывали наши. То есть, если не было возможности прийти в музей, смотря наши видеоролики, они знакомились с деятельностью и слушали рассказы именно о дивизиях, о участиях наших семейчан в крупнейших битвах, сражениях. И продолжаем эту работу, несмотря на то, что мы работаем оффлайн, то есть, у нас параллельно идет и оффлайн, и также онлайн работа мы проводим. Сейчас, наверное, да, оффлайн вряд ли, там посещение не сильно, да, открыто. Да, опять, ну, когда открыты были двери, были послабления, все равно. А как вот с посещаемостью? Вот у меня такое ощущение, что у нас современные дети и взрослые не особо-то и знают, где это находится, в музее, и что такое архив. Как с посещаемостью сейчас у нас? Ну, естественно, что она уменьшилась. Ну, то есть, не сказать, что каждый день, да, очередь стоит. Нет, ну, как раньше, например, было, что очередь стояла, особенно школьников, в преддверии 9 мая действительно стояли очереди классами. Сейчас, конечно, такого нет, но люди приходят. И меня радует, что приходят, бывает, что не только по экскурсии, например, да, с группой, но и сами жители приводят своих детей, показывают, рассказывают о войне. Это хорошо, приучают тоже с детства, да. Наталья, вы же тоже говорили, да, что вот до того, как... Да, у нас периодически люди каждый день звонят, открыли, не открыли читальный зал. Очень много исследователей, тоже очень молодых, и мы, так как мы вот сотрудничаем с шестой школой, раньше дети приходили на уроки мужества к нам. Экскурсия по хранилищу обязательно проводилась им. Хотя туда, ну, по идее, как бы нежелательно. Детям, они, кстати, им очень интересно, вот именно они всегда ждали, когда экскурсия... Но сейчас тоже онлайн проводится, это, естественно, уже не то, но, как вот говорят наши коллеги из отдела использования документов, они говорят, что дети все равно слушают, впитывают все это с интересом. Ну, и, наверное, в завершении программы о планах, какие планы на вот этот год, на какие-то мероприятия, может быть, будут проводиться. Ну, я понимаю, что сейчас рассчитывать в связи с карантинными мерами трудно, да, что-то, но что ждать жителям города на ближайшее, ну, хотя бы на лето, давайте так, лето, осень. Какие-то есть у вас? Будем продолжать свою работу и будем надеяться, что пандемия скоро закончится. Ну, в нашем отделе открылась новая экспозиция, посвященная ветеранам боевых действий на таджика-афганской границе. То есть у нас есть... Основная часть нашей экспозиции посвящена ветеранам Великой Отечественной войны, есть уголок воинам-интрансилистам. И 7 апреля мы открыли выставку, экспозицию, посвященную ветеранам боевых действий на таджика-афганской границе. Наш музей пополнен со новыми экспонатами, и когда будет возможность, если все это действительно пандемия закончится, конечно, приглашаем всех посетить наш музей. Я вот вспоминаю до пандемии последний год, 19-й вот когда, и мне повезло, что у меня тогда было ток-шоу, особое мнение, и оно выпало на день между 7 мая, то есть Днем Мужества, Днем Защитника Отечества, и 9 мая, 8 числа. И я собрал у себя в студии ветеранов Великой Отечественной войны Коломена и Ахмерова, которых, к сожалению, сейчас уже не стало. Ветеранов таджика-афганской границы, ветеранов Чернобыля, ликвидации аварии Чернобыльской АЭС, и ветеранов афганской интернационалистов, воинов Бейбут вот был, и он с собой принес много трофеев, которые он привез оттуда. Ветераны рассказывали, сидели журналисты молодые, ребятишки-школьники, задавали вопросы. Ну, была действительно такая атмосфера, когда вот воины разных поколений вместе за одним столом встретились. Не где-то в кино, а рядом. Да, они обсуждали, каждый рассказывал свою какую-то историю, кто как попал в армию, кто как попал на фронт, кто как попал на войну непосредственно, как вернулся, как жизнь изменилась с тех пор. И о той миссии, о тех задачах и целях, которые они возложили на себя, вот живя уже в мирное время, что они должны донести до людей, что война это ужасно, что ни в коем случае нельзя воевать, что вот мы последние пусть будем, те, кто воевал, и хватит, и каждое поколение говорит то же самое. Последнее, 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 последнее. И мы видим, что до сих пор это последнее поколение, никогда не станет последним. Ну и в завершении программы есть возможность обратиться к нашим детям. Так, я забыл, Наталья Владимировна, у вас еще на столе лежит. Я немного остановлюсь вот на самых таких редких документах. Да, да, я про них забыл, хотя в первую очередь про них и хотел. Наши жители, вот, они, например, мало кто видел вот это удостоверение к званию Героя Советского Союза. Да, это серьезно. Ну вот да, вот мы с вами знаем, да, а люди простые никогда с этим не соприкасались. А я думал, они размера стандартного, как книжка. Теперь вот у нас вот есть вот Иван Евдокимович Соколов, летчик. Вот это вот журнал, летная книжка личная. То есть здесь он записывал заполненное, здесь записывал он сколько часов, во сколько вылетал, во сколько возвращал, сколько часов налетал в сторону какого района. Это вообще редко. Я вот, например, не видела до этого. И вот хотелось бы еще показать красноармейская книжка Силина Эннелиты Андреевны. Это супруга Николая Николаевича. И когда его, значит, после уже, ну, вот только война закончилась 9 мая, его пригласили в Москву для получения вот наград. И она уже, так как они познакомились на фронте, она поехала с ним. И вот 10 мая 1945 года они зарегистрировали брак. И, видимо, у них не было других никаких документов. И в красноармейской книжке у нее стоит печать. Очень интересно. Зарегистрирован брак 10 мая 1945 года. Главное, никаких документов, кроме красноармейской книжки. Да, 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 видимо. Это был самый ценный документ. У него вот не знаю, а вот у нее, да, видимо, самый ценный документ был. И вот еще вот есть справка, это Вахнин Константин Павлович. Вот справка о том, что он был в партизанском отряде в Литве. Он сбежал, ну, это очень долгая история, он сбежал из лагеря немецкого. И потом попал в партизанский отряд. Вот это вот подлинная справка. Ну, я так понимаю, за каждой вот этой бумажкой какая-то своя, сугубо личная. У него воспоминания, он, видимо, по свежей памяти писал воспоминания. Я когда хотела написать публикацию в газету, я не могла оторваться, я даже обидать не пошла. Потому что настолько он все это живо описывает. Он потом работал преподавателем в строительном техникуме, то есть человек грамотный. Это просто было не оторваться. А много ли вот таких именно литературно правильных выигранных? К сожалению, нет. Нет. Но достаточно вот в этой книге очень много воспоминаний. И очень интересно это читать. Соприкасаться с этим, это очень трепетно просто-напросто. Ну, и я так понимаю, по каждому поводу такое есть. То есть мы сейчас просто касаемся войны, а на самом деле есть много чего и в мирное. Это жизнь, судьба человека стоит за всеми бумагами, за каждым документом, за каждой буквой. Ну, и я еще раз хочу, чтобы вы обратились к нашим телезрителям с призывом сохранять документы и передавать их на хранение. Да, да. Вот каждый раз мы призываем, пожалуйста, приносите. Может быть, у вас осталось, ну, чье-то письмо неизвестное или фотография. Приносите. Это государственное хранение. То есть каждый документ хранится при определенном режиме, температурном, влажностном. Это государственное хранение. То есть, как мы, мы не любим говорить вечное хранение. Без прошлого будущего не будет. И мы должны подрастающим поколению все-таки донести вот это, чтобы они знали, помнили, что это было. Хотя бы по вот по этим документам. Что было, была такая Великая Отечественная война. Что мне нужно? Ну, фонд нашего музея также хранит документы, материалы периода Великой Отечественной войны. Жители нашего города также нам дают на хранение постоянное. И также, если у вас есть письма, фотографии, личные вещи, вы можете дать в фонд нашего музея. При том, что это будет не только храниться, но еще и выставляться в экспозиции, использоваться при выездных лекциях. А бывает? Часто бывает выездные? Вот, до пандемии часто бывало. Потому что я вот до пандемии, мне удалось попасть без Карагайского уровня, туда приезжал музей Ускаменогорский. Мы практически объехали с передвижными выставками. У нас было две передвижные выставки. Семячание в прорыве плаката Ленинграда. Семячание на фронтах войны, где мы привозили не только передвижную выставку, но еще и экспонаты, личные вещи, и показывали все это школьникам. При том, что мы охватили не только школу нашего города, колледжи, но еще и пригородные школы. Мы ездили и в Преречье, и в Озерке, и в Мукур, то есть практически все наши ближайшие. Я уж не говорю про выставку, которая была посвящена 175-летию, которая вообще выезжала буквально за пределы нашего региона. Ну и вот в этом году нас пригласила в Астану Музей обороны. Если вот все получится, то в июне мы повезем выставку. Мы будем иметь. Ну это вообще прекрасно. Прекрасно. Главное, чтобы там ничего не отжали у нас. Потому что они любят центральные музеи, насколько я знаю. И у музея Абая много в каких-то экспонатах. Республика, центр, нужно. Верните. Причем не дайте, а верните именно на родину. Спасибо вам огромное, друзья. Друзья, я напомню, это была программа «Диалог». Сегодня мы говорили о Дне Победы, о самом великом празднике. Есть праздники государственные, есть праздники профессиональные, есть праздники такие личные. А это праздник, он мировой, на мой взгляд. Потому что если бы не этот день, судьба мира была бы совершенно другой. И, наверное, история была бы совершенно другой. Поэтому вот, несмотря на то, что праздник прошел вчера, сегодня мы решили посвятить, не могли не посвятить ей целую программу нашу. День Победы так и назывался сегодняшний эфир. У нас в гостях сегодня были Жанна Игликова, заведующая отделом боевой и трудовой славы, областного историка Кровеческого музея города Семей и Наталья Владимировна Яковлева, архивист Центра документации и новейшей истории нашего города. Принесла она с собой замечательные экспонаты. Экспонаты, наверное, нельзя назвать. Это наш продукт. И архивные документы, и продукт, который посредством научно-исследовательской работы печатается. Ну, такие, я думаю, в историко-кровеческом музее хватает, да, таких материалов. Заходите на странички в Инстаграме, в Фейсбуке архива и нашего Кровеческого музея, если вы хотите ознакомиться с материалами, если вы хотите посетить какие-то выставки. И просто много интересного там происходит. Заходите на наши странички семей.тв.кз, на наш сайт. Там вы можете увидеть нашу программу, так же, как на нашем официальном YouTube-канале. Ну и, конечно же, не пропускайте выпуски по понедельникам вечером программы «Диалог». Увидимся. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok